следующий бой и вот тут к некоторому сожалению он не полностью у нас записан бой который наверно один из главных супер тяжелые свои категории алексей лёзин против виталия кличко финал и мы начинаем его со второго раунда смотреть при счете 4-0 в пользу лёзина для разница в габаритах здесь тоже довольно внушительная в ну конечно 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 вот я смотрю сразу вспоминаю ваши слова про олега саитова и про суету и мелкие ненужные движения и вот насколько же стиль кличко отличается от того что мы видели его исполнении затем профессионалов тут много действительно лишнего делают время но надо было люди нам углу сказать и что бьешь будущего чемпиона мира там по версии чего-то и как-то среди процентов это же будущая звезда профессионального бокса остановись вот так стать часто бывает что далеко не все уходят профессиональный бокс там великими чемпионами в любителях но все равно школа любительского бокса это архиважно это азбука это нужно знать нужно нужно научно научиться азам вообще бокса школе бокса но здесь просто вы знаете лёзин он похитрее левша он побыстрее не такими не очень мощными ударами и обыгрывает уходит в сторону наносит удары кличко конечно большая разница между вот даже просто понимание бокса и в школе бокса вот вот помните бои кличко вот последние его годы он же он же он же вытягивал левую руку он же мощно поджимал соперника без права часть нужно совсем другое это молодой кличко который еще не накачал свою мышечную массу то есть еще не накачался чем не стал таким здоровым мощным и уверенным себе да ну и кстати говоря тут несколько раз то он пробил очков правда за это не получил и уже видите 71 чёрно же пару раз по моему поднял витали руку обращаясь к судьям вообще вокруг рингом нет он больше пропускает не пропускает больше больше но не сильных ударов вот лёзин проблему а не мог сильно бить но такой хитренький левша такой знаете на очень неудобный закручивает правую сторону то обратите внимание уходит от вправо уходит от прямой а вот золотарёк кстати тренер кличко недавно ему было 55 лет он нам звонил приглашал мы к сожалению смогли приехать значит хороший парень очень много рассказывал про брать и подустал уже немножко кличко ну нет опыта нет уверенности знаете несколько на на тот момент и нет нету класса нету класса вот все что все что можно было сделать и кликс кличко лучшего все сделали вот самое лучшее то есть подсказывать то есть когда бьешь не лети за своими ударами дальше него листин соперника уходи в сторону и бей издалека не надо не увалиться правильно через год случится реванш тогда в атланте против лезина выйдет уже младший из братьев кличко в полуфинале и отомстить до старшего него да тогда кстати наверное бокс получат самого удивительного призера олимпийских игр по волк грамм представитель малюсенького странного государства тоннга откуда вообще там жался бог сушенниками на пляже да и нибудь там лёша возник хороший парень не было с чувством умора немножко вот он все за чисто на ее принимают и все шутки сегодня хребет подшучивали он так это покупался на все на их право левое право не может лично ударить право левое справа может ударить только левое право потому что руки у него как жерди на мощные руки их не для того чтобы ударить три удара нужна другая группа мышц нужно скорость чего ну вот нету кличко скорость есть такая тягучая мощь но этого и достаточно как потом стало ясно это володя кстати в углу вот внизу уже проиграл или он не боксирует по моему не боксирует вообще конечно интересно учитывая что они профессионалов друг друга продолжают секундировать ну слава богу да и слава богу вообще модно нынче добрать и там кличко братья трое там березуцкий там для женщин это все другое это не брат я книг сирю очень расскажите честно словно простить что они трое они все родственники уже у нас были случаи когда футбольные комментаторы на автопилоте говорили братья игношевича не но они трое играет они уже как эти как три богатыря там до три богатыря к футболу малыми отношениями там техники там я не знаю а и такие крепкие здоровые высокие вот и бы по раунду бы с кличко выпустить каждого по раунду учились бы до 120 секунд остается в этом бою и алексей лезон знаете возможно это даже лучше его бой на любительском ринге поскольку нельзя сказать что он добился каких-то сверх естественных результатов уже вспоминали об этом когда смотрели его бои более ранние бронзовым призером стал в атланте проиграв владимир тимурзиева финале и готовится на чемпионат мира вот точно предвиды похоже нету мощи нету страсти вы знаете нет такого вот чисто боксерского начала ты